ПЕСНЯ Значимое событие произошло в жизни множества верующих людей. Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери Иверская, расположенного на станции Мочища. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский Иберский Никодим в сослужении приглашенных на торжество епископов и духовенства епархии. Этот храм стал давно уже местом паломничества. Именно здесь находится одна из главных новосибирских святынь – икона Божией Матери Иверская. Именно в день ее памяти состоялось великое освящение храма, где чудотворная икона занимает центральное место. В престольный праздник храм был заполнен верующими задолго до начала богослужения. Верующие из отдаленных районов города, области и других населенных пунктов приехали в особо торжественный день, чтобы разделить радость в совместной молитве. Никто не берется посчитать, сколько чудес произошло по молитвам у чудотворного образа. Отзывы бережно сохраняют в церковной книге. Но не все делятся сокровенно, а возвращаются снова и снова, чтобы поблагодарить Царицу Небесную за явленную помощь и спасение. Владыка Никодим, обращаясь к собравшимся, напомнил о том, каким непростым может быть жизненный путь человека, его дорога в Царствие Небесное. Но каждый, кто с чистым сердцем и верой обращается к Пресвятой Богородице, может рассчитывать на ее помощь и поддержку. Она всегда спешит каждому из нас на помощь. Любим мы ее? Или есть безумные люди, которые ее не любят? Она же мать. Она любит всех чад своих. Именно поэтому, когда люди шли в далекую Сибирь, они с собой несли и образ Божией Матери Иверской. Так некогда когда-то с дивного Афона и на нашу землю Сибирскую пришел образ Иверской иконы Божией Матери, который был написан там и нес с собой благодать, место святака. Этот образ стоял в храме. Начались богоборческие времена. Храм был сожжен. Люди спасали иконы. И одна благочестивая раба вынесла из храма именно этот образ. Прошло время. Богоборческое государство рухнуло. И тогда люди решили построить здесь храм, украшением которого и был бы этот чудотворный образ. Из различных пределов, не только русской земли, приезжали люди, чтобы поклониться этому образу. Почему ехали так далеко? Да потому что просимое сбывается. Поэтому ехали сюда. Поэтому плакали у этого чудотворного образа, принося Матери Божией свои скорби и болезни, а она, как мать любящая, даровала исцеление. 29 октября отмечается знаменательное событие в жизни учащихся Сибирского кадетского корпуса. Торжественная передача знамени выпускниками учащимся начальной школы. В торжественный день в кадетском корпусе был отслужен благодарственный молебен, который совершил митрополит Новосибирский и бердский Никодим. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! За богослужение молились учащиеся их родители, преподаватели, выпускники разных лет. Примечательно, что знамя было изготовлено мастерами Санкт-Петербурга на средства, собранные объединением кадет, русских кадетских корпусов за рубежом. Знамя бережно хранят учащиеся уже нескольких поколений. Для этого учебного заведения сегодня знаменательный день. 30 лет со дня обретения знамени. Что это такое? Это значит, что у вас здесь появилась своя святыня, пред которым вы произносите важнейшие слова своей жизни, обещая посвятить свою жизнь на служение отчизны. Именно эта жажда служения на благо Родины и привела вас в это учебное заведение. Здесь, как кадеты, вы воспитываетесь, растете, совершенствуетесь. И сегодня мы молились и о вас, и о ваших наставниках, и о тех, кто когда-то здесь учился. Особые слова благодарности тех, кто стоял у истоков создания этого учебного заведения. Ведь оно было самым первым в современной России. И вы должны гордиться уже сложившейся историей этого кадетского корпуса. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. День памяти жертв, политических репрессий, церковь совершает заупокойное богослужение в память о всех невинно пострадавших в советские времена. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил панихиду у поклонного креста, расположенного у карьера барок. В особом, святом для многих новосибирцев месте. Сегодня мы молились здесь, при въезде в город Новосибирск, у поклонного креста. Этот крест стоит на скале, потому что здесь рядом находятся овраги, в которых во время многоборческое совершалось множество и множество расстрелов, и было убито множество невинных людей, которые исповедовали свою веру во Христа. И мы молились о упокоении этих людей, молились, чтобы все помнили о том, какие злодеяния здесь происходили, и чтобы это зло никогда не повторилось. Множество мучеников, множество праведников окончили здесь свой земной путь. Да поменя ты, Господь, в отцарстве своем. Во блаженном успении Вечный покой Подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, Всем в одни лихолетия безвинно убиенным, Страдания и стызания претерпевшим, В изгнания и заключения горького смерти приявшим. Их же имена Ты сам, Господи, ввеси И сотвори им вечную память. Казанская икона Божьей Матери особо почитаемая в нашем храме. Только на Казанской иконе Божьей Матери Владимир Иисус Христос не на руках у Божьей Матери, а рядом стоит с ней и благословляет нас. Я вам расскажу историю обретения этой иконы. Житель Новосибирска Николай Сергеевич Царчев зарабатывал на жизнь тем, что ездил на Алтай и закупал у местных жителей мясо и орехи. Была снежная зима, стояли морозы. Именно в это время Николаю пришлось в очередной раз ехать на Алтай. В деревне Катанда, которая находилась неподалеку от горы Белухи, Николай зашел в один из дворов. Хозяин стоял и рубил мясо. Когда Николай подошел ближе, он ужаснулся. Хозяин стоял и рубил мясо на старинной, тяжелой иконе. Он его использовал как доску для разделки мяса. Гость из Новосибирска забрал у Алтайца топор. Между мужчинами завязался спор. На шум прибежали соседи вооруженными карабинами. К счастью, все обошлось мирно. Хозяин дома согласился продать икону. Хорошо заплатив, Николай забрал старинный образ Пресвятой Богородицы. Икону почистили, она была измазана жиром, изранена ударами топора, а в одном месте пробито пулей. Ее погрузили в большую грузовую машину. Машине предстоял обратный путь по зимней горной дороге. В одном месте, где дорога проходила над пропастью, машина попала в глубокий снег. Она наклонилась на большой скорости навык и ее потащила к пропасти. На краю пропасти машина чудом остановилась. Николай, опытный водитель, рассказывал, что эта ситуация была безнадежна. Только икона Божья Матерь, которая была с ним, спасла его. После спасения иконы Господь дарал большое счастье семье Николая. У него родилась долгожданная дочь. Икону отреставрировали и передали в наш храм. Перед ней говорит неугасимая лампада. Божья Матерь слышит наши молитвы. Люди рассказывали, что получили перед ней чудесную помощь после молитвы перед этой иконой. Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе ваши вопросы. Вот первый из них. Как бесовский дух попадает в человек? Господь исцеляет бесноватых. Кто в современном мире может изгнать бесов? Возвращается ли назад они в человека? Редкость ли это? Или во многих находится сатана? Я почему-то думаю, что вы спрашиваете меня не о духовном каком-то таком процессе. Хотя он, наверное, самый важный. Но, может быть, все-таки о каком-то более практическом. Как человек становится зараженным язвой бесовщины? Очень просто. Вот в житейском плане человек не будет руки мыть перед едой. Дизентерию подхватит. Малейший порез на теле, если вовремя не обработать, не убрать грязь, не защитить антисептиком, не перебинтовать, рискует превратиться в страшную язву, которая, в конце концов, может даже дожжать кровью и страшная мучительная смерть. Так и здесь. Вот русский народ говорит, как коготок увяз, все птички пропасть. Человек, который невнимателен к тому, что он пускает в себя, он находится в очень опасном состоянии. И сегодня духи злобы поднебесные, как всегда, как в Священном Писании читаем, ходит, аки лев, рыкющий, ища кого поглотить. И человек невнимательный к своему духовному состоянию, к тому, какие раны он наносит своей душе, своими грехами и страстями, то такой человек заразится только не микробами, не вирусами, а заразится вот этим духом. Это очень опасно. Поэтому, конечно, да, в современном мире это слишком распространенная беда. Сегодня медики уже бьют колокола, говорят, что сегодня эпидемия психических заболеваний в мире, психических, душевных, переведя на русский язык. Изгнать бесов – это же не просто какой-то батюшка, который прочитает молитву и все вокруг его снимет, а человек вернется обратно к своим прежним занятиям. Поэтому по-настоящему самый лучший способ от изгнания бесов – это не общаться с ними, с теми проявлениями их существования в мире прежде всего. А так-то и есть, конечно, батюшки, которые занимаются изгнанием, но это, еще раз говорю, это уже борьба с последствиями. Вот и вернуться обратно не могут, совершенно верно, да, я вам уже об этом сказал. И вернуться, и будет двое хуже первого. Если душа человеческая, освобожденная от власти бесов, останется незаполненной благодатью Божией. Поэтому это не редкость, и, к сожалению, вещь, даже медики об этом говорят, распространенная сегодня. Вот второй вопрос, кстати. Прямо подряд идут вопросы на ту же самую тему. Хэллоуин. Сын заглядывает в магазинах на игрушки-страшилки, тыквы и другие подарочки. Объясняя, что это не наш праздник, и что это тоже опасно, ну, летят аргументы, а у друга отмечают, а почему в магазинах продаются, какой аргумент должен стать железным батюшком. Старайтесь воспитывать в своих детях желание быть свободными. Свободными, но свобода не вседозволенность, что хочу, то и ворочу, а свобода от пристрастий, от навязываемых тебе сегодня ценностей. Наш сегодня государство декларирует якобы приверженность традиционных хонарственных ценностей. Но указ президента – это не руководство к действию. Как мы видим, ни чиновники, ни контролирующие органы не наблюдают за тем, что творится в наших магазинах, которые навязывают людям бесовщину. Я уж не говорю о различных ночных клубах, о различных злачных местах, где впрямую пропагандируется культ злобы поднебесной. Поэтому постарайтесь в детях своих вырабатывать желание быть свободными. Свободные от страстей, от грехов, от навязываемых им ложных, не наших ценностей. Будь свободен от этого. Независим. Живи счастливо. Сопричастны к Богу. Вот это должно быть самым главным аргументом воспитания наших детей. Следующий вопрос достаточно простой. Что означает Ставропегальный? Это слово означает, принадлежит монастырю. У нас есть монастыри, которые епархиальные. В каждой епархии есть монастыри, и несколько даже монастырей. А есть монастыри, которые управляются и подчиняются не епархиальному архиерею, а подчиняются непосредственно высшей сегодня церковной власти Святейшему Патриарху Московскому в Северуси. Эти монастыри, их не так много, но и немало. Я вот считал, считал, но считал 36 монастырей, которые непосредственно управляются Святейшим Патриархом. Он архимандрит, священный архимандрит этих монастырей. Это известные нам и Троица Сергия Лавра и так далее. Ну, 36 монастырей, управляемых Святейшим Патриархом. Кто такой человек смиренный, а кто кроткий? Ну, вот я не филолог уж, простите меня, вероятно, можно покопаться в отличие. Недаром, да, вот эти слова все-таки разные. Сколько богат русский язык. Но смиренный человек, который, наверное, все-таки смирил себя, смирил свои страсти. Ну, а кроткий человек, такой кроткий, незлобивый, заботливый о других. Это вещи одного порядка. Проявление одной и той же христианской души в человеке живущем. Смирение, кротость, милосердие, любовь. Еще вопрос. Кого звать в крестные? Правда, что с ними нужно породниться. Может ли быть друг какой-то из другого города? Ну, так породнитесь духовно только. Не физиологически же. Наоборот, даже, кстати, я вам скажу, на будущее. Что как раз духовное родство является препятствием к тому, чтобы породниться физически. Бывают люди, там, крестные, там, любовь. Нет, не могут крестные родители со своими детьми иметь какое-то физическое родство. И, кстати, там более сложные есть такие свойства, так называемые, свойники. Вот свойственники. Они, запрещение есть такое. Поэтому физического родства быть не может между крестными. А породниться с ними духовно придется, конечно. Эти люди должны быть рядом с вами. Находясь в другом городе, они вряд ли смогут, как следует, помогать вам в воспитании ваших детей. Поэтому лучше, чтобы это были близкие достаточно люди. Еще вопрос. В чем отличие прелюбодеяния от блуда? Ну, какая вам разница? Ну, прелюбодеяние, блуд, ну что? Вы и того, и другого избегайте. Ну, уж если так, то прелюбодеяние – это измена в браке. Супруг или супруга изменяют. А блуд – это как раз то, что вне брака. До брака. Или человек считает, я свободный, я не женат, могу там налево и направо. Это называется блуд. Так что избегать нужно того и другого, и то и другое является грехом смертным, ведущим к смерти. Человек, который не прекратит блудить или прелюбодействовать, по окончанию своей земной жизни Царство Небесное не наследует. Еще вопрос. Что за события связаны с иконой «Неопалимая Купина»? Вы знаете, формат нашей программы не позволяет очень многое, долго об этом говорить. Почитайте об этом в интернете, в православном интернете. Остаиваю, потому что бывает, что заходишь, ищешь, и там такие бредни. У нас есть портал «Православие.ру». Безусловно, безупречный, достойный. Внимание. Есть сайт, называемый «Азбука.ру». Вот там масса информации на различные темы, в том числе и об этой иконе. Событий было много, очень важных, очень интересных. Да, икона, которая напоминает нам о Божьей Матери, которая стала вместилищем невместивым, а как Купина горит и не сгорает, так и Божья Матерь вместила в себя Сына Божьего и соткала ему плоть. Так что удивительно, что это икона, почитайте они внимательно. Еще вопрос. Зачем после причастия употреблять за пивку кусочек просфоры? Что они символизируют? Ну, во-первых, приняв причастие, мы омываем просто губы, омываем рот, чтобы просто омыть, чтобы гарантированно каждый кусочек святыни, принятый нами в святом причастии, уж гарантированно попал и осветил наше тело, чтобы ничего не осталось на губах, чтобы потом случайно все это не выпало опять. Вот и все. И просфору вкушаем, как первый хлеб, который мы в первой пище, который мы вкушаем после причастия. У нас же не принято перед причастием есть и пить. Вот и после причастия постарайтесь себе омыть уста и принять кусочек просфоры, святого хлеба, а уж потом идти есть, вкушать пищу зимой. Еще вопрос, что на самом деле так, что молитва, чтение псалтири именно ночью засчитывается в разы больше, полизы приносят тоже, имеют большее значение. Почему? Зависит от времени суток. Это опыт, опыт духовных людей, которые прекрасно понимают, что для молитвы необходимы определенные состояния. Даже открываем им литвостов и читаем. «Восстав ото сна, прежде всякого другого дела, встань благоговейно перед домашним иконостасом, постой немного, чтобы чувства пришли в тишину, и затем, осеняя себе крестное знамение, произнеси». И начинается молитва. Вот надо состояние определенное. В шуме, в гамме, в них заботах невозможно бывает молиться. А люди, которые имеют возможность ночью помолиться в тишине, ничто не отвлекает, земных забот нет, суп сварят, одежду постирали, развесили, сушатся, и помолиться в тишине и в спокойствии духа. Вот в этом смысл, что молитва ваша должна быть вот такая. Ну, есть люди, которые в состоянии молиться Богу и в самых неблагоприятных внешних условиях. Старайтесь вырабатывать в себе тишину внутреннюю, которая не будет мешать вашей молитве. Дневной, ночной – неважно. Можете молиться ночью, есть такая возможность. Несвязанная обязательствами дня, чтобы потом всю ночь молились, а утром там и работать, и выполнять свои обязанности. Не можешь, это не дело. Поэтому ночь для сна, либо для молитвы, если есть такая возможность. Давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагает нам церковь сегодня. Это чтение удивительное. Вот знаете, есть несколько чтений, которые просто ностно полагающие. И вот это одно из них. Это беседа Христа, очень образная, как и все у Евангелия от Луки. Вот 16 глава. Интереснейшая история, которую Господь в виде притчи рассказывает нам с вами. Был некий человек. Был богат, одевался в профиру, висан и каждый день пища стало блистательным. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у воротов его в струпьях и желал напитаться крошками падающими. Со стола господа и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, был отнесен на лона ангелами на лона Авраамова. Умер и богачи, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его воззапив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердився надо мной». И пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и проходил язык мой, ибо я мучаюсь пламени всем. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомнишь, ты получил уже доброе твое в жизни. Твое, Лазарь, злое. Ныне же здесь он утешается, а ты страждешь». И сверх этого между нами и вами утверждена великая пропасть, что ходящие перейти к вам отсюда не могут, и так же оттуда к вам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли на место этого мучения». Авраам сказал ему, «Есть у них Моисеи, пророки, пусть слушают их». Но он сказал, «О, что, Аврааме, ну, если кто из мертвых воскрес, тогда покаются». Тогда Авраам сказал, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вот мы все время жаждем, говорим, о справедливости, мы хотим о справедливости здесь и сейчас. Вот я слышал от одного духовного человека, что справедливость – это самая примитивная форма добродетеля. То есть здесь и сейчас. А вот подумаем о том, о конечной справедливости. Ведь рано или поздно каждый из нас с жизнью закончится, пристанет перед Богом. И вот эта притча, она не осуждает всех богачей, точно все будут в аду гореть, а вот всех нищих они точно в раю окажутся. Нет. Проблема богача была в том, что он имел, будучи богатым человеком, возможность помочь нищему. Но не сделал этого. А нищий попал в рай не потому, что он был нищий, а потому, что был круток, сегодняшний вопрос, и смирен сердцем. Он от собак принимал милость. Готов был набитаться крошками, падающими со стола господина богача. Этого ему хватало. Он не искал большего. Он терпеливо переносил страдания. Не сама по себе нищета является гарантией попадания в Царство Небесное. Потому что люди бывают нищими по разной причине. Бывают объективные вещи. Невозможность трудиться, тяжелая травма, болезнь, еще что-то. А бывает человек просто не хочет. Ленится. Пытается жить за счет кого-то. Побирается и осуждает более удачливых, как ему кажется, более трудолюбивых людей. И весь преисполнение ненависти, презрения, зависти и ненависти по отношению к богатым. Такой человек в Царство Небесное не наследует. И богат не обязательно прям конченый негодяй. Богатый человек сколько имеет возможности сделать добрых дел. И многие из них делают это. И вовсе не богатство является приговором к адским мукам. А то, как ты использовал данные тебе возможности. Вот мы люди небогатые. Почти каждый из нас. Но мы же можем, доброе слово сказать, здороваться. Благодарить продавца в магазине, водителя маршрутного такси. Мы можем заботиться, придерживая дверь. Чтоб человек по носу не ударил. Слово ласковое сказать. Удивить хоть что-то из своей, в том числе и небольшой, но какого-то материального состояния тому, кто нуждается в этом. А съедать себя завистью, жадностью, ненавистью по отношению к кому-то – это гарантированная погибель. Так что притча эта не осуждает богатых и не возвеличивает нищету, а призывает на скротость и милосердию. Давайте это делать, насколько это возможно. Притчи, интересно, что эти вот не заканчиваются этой участью. Все, ничего не получится между нами и вами, и Великая пропасть. Надо отдать должное богачу. Он говорит, отче, у меня вот еще пять братьев. Вот живут так же страшно, как и я. Ну, они же тоже сюда попадут. Ну, пусть вот Авраам воскреснет, явится, им и расскажет, каково будет тут-то. Вполне очевидный ответ. Ну, у них же есть священное писание. Ну, там же все написано. Ходок, кто его слушает? Ходок, кто бы из мертвых воскрес. И Господь завершает притчу эту словами. Если священного писания слушать не хотят, даже кто и воскреснет, не поверят. День сегодняшний, как называется? Воскресение. Мы вспоминаем воскресение Христова. Каждую неделю. Каждый человек об этом помнит. Ну, по крайней мере, русский. На других языках мира этот солнечный день, выходной. У нас воскресение. Мы знаем все, что есть воскресение. Кто воскрес? Любого человека спросить. Христос? Ну, а ты? Как ты живешь? Как будто бы он и не воскресал вовсе. И не умирал за тебя на кресте. И не оставил тебе священного писания. Не воздвиг свою церковь. А ты живешь вне этого. Вот беда какая. Мы сами себе судим. Своими делами, своей духовной леностью. Так что помоги нам Господь жить все-таки иными интересами, иными ценностями. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону. 221-4904. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok